Привет, в эфире программа Репортер и я ее ведущий Алексей Коноплев. День сегодня выдался солнечный, теплый и радужный. Таким же будет и наш выпуск. Поехали. Непарадная тема. Представители секс-меньшинств покусились на губернское законотворчество. Сегодня в областном суде состоялось слушание дела об отмене закона, запрещающего гей-парады и иную пропаганду гомосексуализма и педофилии. Подобные суды уже состоялись и в Москве, и в других регионах страны и ни к чему не привели. Но Самара, как всегда, уникальна. Сегодня областная прокуратура приняла позицию секс-меньшинств и встала на их защиту. Это судебное заседание не первое, да и не последнее для данного дела, но такое особенное от начала и до конца. Вот истица. Она выступает против поправки к региональному закону об административных правонарушениях. Говорит, что данная строка ущемляет ее права. Эта поправка, как и во многих регионах страны, была принята минувшим летом и наделала много шума. Тогда в Самаре по закону под запрет попала любая пропаганда педофилии и гомосексуализма. И вот теперь представители секс-меньшинств решили податься в суд, отстаивать свои права. Он нарушает Конституцию Российской Федерации, он нарушает непосредственно административный кодекс Российской Федерации. Представители секс-меньшинств долго и основательно готовились к этому процессу, но представить свою линию защиты во время заседания даже не успели. В дело вдруг вмешалась прокуратура. Неожиданно она заняла позицию истцов. На сгравании статиста 151 КПК я прошу объединить данные дела вместе с заявлением прокурора Самарской области, поскольку полагаю, что это будет правильное разрешение дела. В этом деле теперь придется разбираться долго. Суд перенес слушание. А любители нетрадиционной любви не скрывают радости. Раз прокуратура их поддержала, может и еще кто-нибудь пристроиться. Например, я иду со своей девушкой за руку. То есть это является пропагандой или нет? Мы не знаем этого. Штраф за это 5000 рублей. За что мы будем платить этот штраф? Но мы, извините, мы сидели в кустах, нас и в этих кустах достали, нас вытащили оттуда. В то же время сторонники законопроекта, мягко говоря, недоумевают. Узнав о новом повороте дела, самарские казаки сочинили письмо аж самому президенту. Мы направили письмо президенту, где категорически отвергаем идею гомосексуализма, безбиянства, любых однополых браков. Надо рассматривать это как болезнь. Как в многих странах это и рассматривается. Депутат Дмитрий Севиркин, инициатор закона на слушание, в суд не пошел. Репортер встретился с законотворцем на детской площадке. Здесь те, кого он защищает от нехорошей пропаганды. На народного избранника гадит птичка. Он радуется, говорит к деньгам. И поясняет, этот протест прокуратуры закону не страшен. Вот они имеют такое право. Это, так сказать, плоды наших свобод. И они при этом еще говорят о каких-то гонениях на них, об ущемлениях прав сексуальных меньшинств. Ну, какие тут гонения? Видите, свободно суются. Все пи***и заходят в суд. Ну, как все. У нас два, по-моему, пи***и в Самарской области. Депутат уверен, если девять регионов страны приняли этот закон, скоро можно будет говорить и о федеральном нормативном акте, который отменит региональные. И меньшинства успокоятся вместе с силовиками и прокуратурами. Ну вот, собственно, и все. Осталось пожелать вам спокойной ночи, счастливой жизни и высоких полетов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok